Приветствую вас! Если вы хотите свадьбу, то конечно, тут нужно ориентироваться на свои желания, то есть вот вы хотите свадьбу, вы скажете молодому человеку, давай, мы с тобой уже живем сколько времени, потом уже и собственно официально оформить наши отношения и вступить в обязательство. Ваш молодой человек определенно этого не хочет, почему? Потому что для него это больше минусов, чем плюсов. Вы уже практически живете вместе, ведете общее хозяйство и все, но в случае вашего разрыва, мужчина вам ничего не должен и вы ничего не должны мужчине. И не будет никаких тяж, ничего, для мужчины брак это аковы и вполне возможности он еще просто не готов к этому, но не готовым он может быть уже очень долго, то есть вот, возможно даже столько же, сколько вы пробыли в отношениях. И естественно, если вам нужна ваша, то для начала определимся так, для чего она вам, что даст, по вашему мнению, что даст вам официальное оформление ваших отношений, по факту. и если ответ на этот вопрос для вас не сложен и вы сможете назвать массу важных вещей, которые дадут вам свадьба, то эти вещи необходимо мужчине озвучить. Вещи именно как важны и для вас, и если мужчина вас любит, он безусловно не смотрит закрыт на это глаза. С другой стороны, вынуждать человека, брать вас в ушионы, по факту означает насильно женить его на себе. Это неправильно. И неправильно потому, что вряд ли принесет свободу, вряд ли принесет победив вашу совместную жизнь. Мужчина вполне может обвинять вас в том, что вы целенаправленно женили его на себе и тем самым лишили свободы. Тем самым будет потеряна мужская инициатива в отношениях. Тем самым будет нарушен баланс, когда вы как будто сами все сделаны для мужчин и это отразится на ваших отношениях в будущем. Поэтому что вы можете сделать? Вы можете заявить мужчине о том, что даст вам свадьба, о том, что вы хотите этого и почему. И обязательно нужно придать, вот по произносимым вещам, максимальное количество значимости. Максимальное количество. Чтобы мужчина понял, что вы серьезны, что вы абсолютно серьезно настроены в отношении него и, вообще-то говоря, не щутите. И тогда, вот вы сказали это все, да? Дайте ему время обдумать. Дайте ему время принять решение какое-то. Если решения никакого не будет, значит он вас не заинтересован. Если он вас не заинтересован, значит это дает вам право, возможность делать что-то, что ему не понравится. Например, быть отдельно от него, например, чаще гулять без него, общаться с другими мужчинами, которые готовы взять вас в ученых в случае-в случае чего. Да, то есть вам необходимо в этом случае, в случае пассивности мужчины, дать ему понять, что он может вас потерять. И вот если мужчина почувствует, что он вас теряет, проявится его настоящее чувство к вам. Если это любовь, и если он дорожит вам, он вас будет возвращать и, соответственно, сделает предложение. Если чувство не искренне его к вам, то тогда будут обвинения в ваш адрес, упреки и прочее. И тогда это будет означать, что мужчине попросту удобно с вами находиться в том положении, в котором вы сейчас, которое вы сейчас образовали. поступает. Вот именно так вам и нужно поступать. И поступив так, вы сможете уже наглядно получить результат подтверждения того или другого отношения молодого человека к куфку. И тогда уже корректировать свое поведение, исходя из этих вот фактов. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если оцените его как лучший. Подписывайтесь на мой канал. Пока. ��